всем привет что-то я зачастила к вам в прямые эфиры привет-привет привет ирма привет 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 мои дорогие привет я надеюсь что вас дела хорошо в субботу вечером у нас папа уже на работе альмина уже в кроватке анжона смотрит вечерний мультик а я решила немножечко поболтать с вами буквально минут 20 не больше потому что у меня чертова туча работаем привет строение отличное в ком городе живу в лилиентами дела отлично сколько времени у нас девятнадцать семнадцать 17 8 спасибо большое большое спасибо у нас такая погода я хочу начать снова бегать по вечерам но я только хочу уже купила себе экипировку для бега и что-то короче не рассчитала погоду потому что сейчас реально нас очень жарко прям тепло прям лето спасибо большое спасибо спасибо к начинающим блогер набрать первых подписчиков посмотрите пожалуйста почитайте мою книгу как раскрутить свой блог инстаграм напрямую жизнь и про мой блог я там очень много советов даю планируется детокс марафон да с 9 июля у нас будет детокс марафон это будет щелочное питание спасибо большое это будет щелочное питание никаких клизм дважды в день никаких огуречно-сельдереевых смузи не будет там будет нормальное питание полноценная определенная комбинация продуктов очень классные результаты скажите когда будет бесплатный марафон девочки носушки но имейте совесть у меня марафоны платные стоит 500 рублей но неужели вам не найти 500 рублей из семейного бюджета и не заплатить за трехнедельный марафон бесплатный марафон будет аккурат после майских праздников сейчас записала 14 по 20 мая будет недельный бесплатный марафон я живу между германией и россии в двух странах на двух на две страны я живу когда в москву я только что сюда приехала немножечко дайте передохнуть а вот только что приехала на это на этой неделе полечу в конце мая я можно купить вашу книгу в инстаграм про инстаграм в крупных книжных магазинах она продается также можно приобрести вот вот в директе вот этого профиля проекта ли он это профильных проектов там может тоже приобрести что у вас за кофта нить на руке значит вот у меня шоу теплая кофта и шоу это типично по-питерски правда же здравствуйте здрасте прямо помогает ли тренажер для похудения чем я не знаю что прожил какой тренажер вы говорите это каленая тоже не знаю о чем книга моя первая книга моей жизни о моей жизни о профессии блогер о подводных камнях камнях блогерства о психологических моментах мотивации очень мотивационная книга называется на как раскрутить блог в инстаграм хотя изначально название было другое спасибо большое попа заметно больше после набора да я очень довольна 6 месяцев набора расскажи об отца что про них рассказать это кислоты с разделенными цепочками дают энергию на тренировках какой марафон будет да вообще по-питерски но вообще-то да у нас в питере все ходят в шоу что их куртках из-за погоды я платно марафоне пойду следующий марафон просто чтоб не засиживаться долго услышала что поняли бесплатно поэтому спросила вопрос на деревьях ну слава тебе господи что многие пишут о том что сделайте марафоны еще доступнее куда уж еще доступнее делать я не знаю на беговой дорожке как нужно бегать чтобы похудеть не нужно бегать чтобы похудеть нужно питаться с дефицитом ваша фигура делайте на кухне вот там вот на этом месте вот в кухню вот там делается фигура, а не на беговой дорожке. Профессия модель давайте осваивать вам. Ну, как бы, я уже 13 лет как модель, и даже оплачиваемая модель, и даже нормально оплачиваемая модель. Можно ли кефир на ночь? Можно. Жиросжигатель нужно пить? Ни в коем случае нельзя. Я, нет, я не в Москве, я в Лилиентале сейчас. Как эффективно походить в ляжках? Не существует. Мне кажется, я не знаю, откуда такие люди берутся, которые такое пишут, спрашивают. Не существует логального жиросжигания. Невозможно похудеть в одном каком-то месте, в руках, в фляжках, в животе, в попе, в голенях. Невозможно. Нужно обязательно питаться и тренироваться, с дефицитом питаться и тренироваться на жиросжигании. И тогда все получится. Почему вы всех читаете, кроме меня? Я не знаю, что вы пишете. Как похудеть в лице? Просто все вместе худеете, и все у вас похудеет. И ляжки, и лица. Вот. Спасибо большое. Можно ли на сушке сухофрукты есть чуть-чуть тяжело без углеводов? Зачем вы без углеводов? Пожалуйста, объясните мне. Вы профессиональные спортсмены, что вы так над собой издеваетесь? Не нужно над собой издеваться. Обязательно нужно есть углеводы. Потому что жиры сгорают только в огне углеводов. Жиры без углеводов не горят. ВЦА помогает похудеть при тренировках? Нет. Спасибо. Про них не расскажете? Что про нее рассказать? Она у меня имеет свой собственный смысл. Зачем я буду с ними делиться, им делиться с посторонними людьми? Вы пропагандируете ПП, но сами говорили, что не покупайте дорогие продукты, экономите, покупайте дешевые. Так сказали в старых. Ничего против Лидл не имею, если это хорошие продукты. Но, девочки, правильные продукты ПП это не ножки омаров и не лягушачьи лапки и не дорогой красный рис. Это обычные здоровые продукты. Картошка, греча, рис, в том числе и белый, это тоже здоровые продукты. Это абсолютно нормальный углевод. Овощи, рыба. Ну, это в моем случае рыба, потому что мясо я не ем. И все. На проект Олеона эфир для мамочек не сохранился? Почему же не сохранился? Сохранился, конечно же. Вчера уже он был. Почему нельзя пить жиросжигатель? Потому что все работающие жиросжигатели очень пагубно влияют на вашу щитовидную железу, и потом они уменьшают ее функцию, и ваш организм потом не в состоянии справиться. У вас будет откат после жиросжигания. Жиросжигатель. Тьфу, жиросжигателя. Это раз. А два, то, что у вас полетят все функции организма. Вот. Поэтому категорически забейте, забудьте про все жиросжигатели. Вы покажете продукты слизово вообще не натуральные. Знаете что? Вот вы показываете те продукты, которые вы покупаете, а я показываю продукты. Те, которые покупаю я. Давайте договоримся, что на моей страничке нет ПП головного мозга, нет псевдо-натуральным продуктам, нет псевдо-эко, не знаю чему там. Я совершенно обычный, нормальный человек. Я точно так же могу съесть и булку, и печеньку. Просто примите уже как данность, примите уже как данность, что ПП головного мозга на моей странице нет. Я позволяю себе все. У нас сейчас половина восьмого. Как правильно пить воду? Ну вот надевайте в стаканчик и пьете. Когда будет марафон? Марафон Бикини Челлендж стартует 28 мая. Будет 3 недели, стоит 600 рублей. Будет питание, будут тренировки, будет мотивация, будет куча новых фишек, куча новых введений. Мои прямые эфиры ежедневные, ежедневные мотивационные видео, обратная связь 100%. Я всегда отвечаю на все комментарии. Марафон будет офигенный. Он будет направлен на проработку всех тех частей тела, которые будут открыты летом. То есть плечи, руки, спина, декольте, пресс, попа и ноги. И это все вы получаете за 600 рублей. Девочки, я профессионально квалифицированный тренер. У меня опыт работы 13 лет. Я не какая-то там девочка, которая похудела сама и всем теперь в свои программы пихает. Нет, у меня есть знания, у меня есть опыт. И благодаря этим знаниям и опыту, а также опыту онлайн работы с клиентами с 2013 года, я могу сказать, что у меня самые крутые марафоны. За 600 рублей вы получаете просто вообще пакет продуктов за вообще намного на большую сумму. Я сейчас не на диете. Я сейчас на жиросжигании. Я принимаю гормоны пожизненно. Хочу убрать живот. Но как убрать? Урегулировать свое питание. Обязательно. И, может быть, отключить тренировки. Что про брови рассказать? В каждом прямом эфире вопрос про брови. Девочки, удаляю перманент. Четыре раза сделал лазерное удаление перманентом. Больно, пипец. Ужасно больно. Вообще неприятно. Потом все опухшее, отекшее, красное. Сейчас у меня бровей нет вообще. Там даже волос нет. Там просто намек какой-то на брови есть. Через месяц обновятся уже клетки. И я смогу уже нормально сделать себе перманент. Почему не отвечаете на мой вопрос? Я не знаю, какой вопрос вы задавали. Знаете, так любопытно. Люди, наверное, не понимают, что они не одни. Что у вас много. Много вопросов задают люди. Другие в том числе. Я, к сожалению, не экстрасенс, чтобы все вопросы запомнить, которые задавались. Марафон из чего состоится? В смысле? Ну вот я уже рассказала. Воспитание, тренировок, эфиров, наполненности, мотивации. Очень много у вас единомышленников будет в марафоне. Если хотите записаться, записывайте. 600 рублей стоит марафон. Можно записаться вот сюда. Проект Леона. Уже начался продажа. Без углевода, потому что нужно жир согнять с живота лишним. Преосъезд на невесте. Знаете, что? На такие комментарии мне хочется сделать вот так. Бум-бум-бум. Или взять так. Потому что я уже столько раз писала, что вы жир не сожжете без углеводов. Жир горит в огне углеводов. Запомните это. Я не знаю, как еще вам вбить в голову, что без углеводов сидеть нельзя ни в коем случае. Вы теряете совершенно не жир. Подскажите, пожалуйста, какой формулы считаете КБЖУ вариантов в интернете? Мне нравится Харрисона Бенедикта формула. Постоянно срываюсь. Почему? Как научить питаться себя сбалансированно? Приходите ко мне в марафон. У меня там сбалансированное питание. Классные рецепты. Очень вкусные. У нас там даже вкусняшки есть. И сникерсы есть. И киндер пингви есть. Вообще очень много всяких разных вкусняшек. Научитесь вкусно готовить. Научитесь вкусно есть. Научитесь худеть. Поедая вкусняшки. Скажите, пожалуйста, когда занимаешься и хочешь увеличить нагрузку, надо в первую очередь увеличить количество повторений, подходов или вес. В зависимости от вашей тренировочной программы. Не могу ответить на вопрос. Я не ваш тренер. Греча самая лучшая крупа. Ее невозможно не любить. Абсолютно согласна. Я обожаю гречу как сладкую, так и соленую. А со специями всякую разную. Я как только не извращаюсь, это моя любимая еда. Особенно вечером. Я ем основную порцию углеводов вечером. Даже гречу с финиками и какао. Да, это тоже, знаете, это тоже правильное питание. Это тоже сбалансированный рацион. Как растянутая кожа на животе подтянуть, убрать ее немного, но... Ну, вообще убрать кожу можно у хирурга пластического. Прийти, он отрежет ее. Но будет на животе шрам. Вот. И так подтянуть массажиками. Может быть, медовый массаж попробовать. Зайдите в директ. Я не захожу в директ. Девочки, извините, пожалуйста. Не захожу. Не пишите мне, пожалуйста, в директ. Те, кто пишет, я отвечаю очень долго. Бывает, по месяцу отвечаю. Черный хлеб можно? Конечно, можно. К бобам отношусь очень положительно. Очень люблю бобовы и вообще все, в принципе. Скажите, пожалуйста, если вы начнете бегать по утрам или вечерам, будет ли какой-то эффект? Попа вырастет. Наоборот, вы саживаете все свои мышцы, которые только у вас даже были. Намек. Если вы начнете бегать по утрам или вечерам. Бег – это укрепление сердечной мышцы. Когда вы это себе уясните? Когда вы уже поймете, ну, конечно. Бег – это укрепление вашей сердечной мышцы. От него ничего не растет и ничего не будет сжигаться. Эль-карнитин, смысла в нем нет. Это просто удорожает вашу мочу. Сколько раз в неделю я занимаюсь? Вообще я занимаюсь от 4 до 6 раз в неделю. По-разному. Что скажете про молоко с антибиотиками? Ничего не слышала, не могу сказать. Частые физические нагрузки превращают в жижу мышцы. Хорошо, частое питье воды превращает ее в вино. Это такой же вопрос. Это глупый вопрос, на самом деле. Жир в мышцы превратить невозможно. Это разные материи. Можно жир сжечь, а мышцы нарастить. Это разные материи. На самом деле, поймите, пожалуйста, это из одной материи в другую перейти невозможно. Это то же самое, как я уже привела пример. Вот мы пьем воду, частое питье воды превращает его в вино. Нет. Зачем диета? Без них кушаешь что? Ничего не поняла. Мне не докажется, что у людей проблемы с русским языком. Секреты вам скажу, пока никто не слышит. С чего начать приучить себя питаться с балансером? Записаться на мой марафон. Спасибо большое. При каменной груди какой спорт норм? Все окей. Все окей, но в меру. Главное, без больших стрессов для организма. Потому что спорт, если это будет являться слишком большим стрессом для организма, не знаю, там, экстремальные виды спорта, либо экстремальные веса при занятиях в тренажерном зале, это может спровоцировать, спровоцировать, может, проблемы. Да? Но если вы все делаете в меру и в удовольствие, то никаких проблем, наоборот, будет все лучше. Спасибо. Возможность похудеть, убрав полностью мощное и сладкое. Ну, тут, знаете, такой вопрос интересный. Это зависит от того, что вы ели. Чем вы ели? Ели ртом. Это зависит от того, что вы ели до этого. Если ваш рацион был очень несбалансированным и неправильным, вы уберите весь джангфун, да, все мучные и сладкие кондитерские изделия. И вы, конечно же, начнете худеть, потому что колораж ваш снизится. Если вы ели, там, не знаю, только одну булочку на завтрак и вечером конфетку, и у вас, дай бог, доходило до тысячи калорий, то вам в любом случае нужно все-таки сбалансировать ваш рацион, чтобы в нем были и белки, и жиры, и углеводы. Возможно ли похудеть? Да, я знакома лично с Хейнгерс? Да, конечно. Вы что, не видели наши совместные видео? У нас есть несколько совместных видео даже. Мы с ней дружим. Губы настоящие, нет искусственные, пластиковые. Надела, налепила. Это лохотрон, не видите. Вы про что? Дорогие мои, вы про что? Куда отправляться с утра, девочки? Вот сюда вот нужно написать и записаться на марафон. Марафон бикини челлендж стартует 28 мая. Можно ли после вторых родов убрать живот? Ну, конечно, можно. Вот так. Люблю йогу. Выбираю марафоны с йогой. У нас будет в детоксе. С 9 июля йога. Как можно нарастить ногти? Как можно нарастить ногти? Приходите в маникюрный салон и просите, чтобы вам нарастили ногти. Ногти можно наращивать на формах. Это когда вам прилепляют такую штучку под ноготь, наклеечку, и на нее лепят гелем. Вылепляют форму ногти. Можно на типсах. Это когда вам уже ноготь готовый прилепляют, и его уже зацементируют. Еще есть наращивание акрила. Я очень давно уже не наращивала, поэтому, наверное, вам лучше уточнить у блогера, который пишет о маникюре, может быть, о каких-то бьюти-новинках, и я не наращиваю ногти. Как можно поучаствовать в марафоне? Подопечных на безуглеводку. Как сделать интересный контент? Хорошего. Почитайте мою книгу про Инстаграм. В начале мая марафона не будет. Будет после майских праздников бесплатно. У меня в профиле следите, пожалуйста, за анонсами. Как вы к йоге относитесь? Я тренер по йоге. Очень много лет работала тренером по фитнес-йоге. Вы переезжаете в Москву? Я уже переехала в Москву. Вы не заметили? Я больше часа времени сейчас провожу в Москве. А вот муж с дочкой, с второй дочкой, к сожалению, не переехали. Так что я вот сейчас в... Немножечко в прострации нахожусь. Спасибо. Я с вами марафониваю, мотиватор, активат. Спасибо большое. Здравствуйте. Где купить такие тени? Это фильтр в Инстаграме. Спасибо, я-то вам скажу. Сейчас в твоем марафоне очень круто все проработало. Мышцы горели. Отлично. Спасибо большое. Орску привет. Рецепты, правда, очень вкусные. Все доступно и понятно. Можно ли с тратлаковые батончики? Можно. Почему нет? Привет из Греции. Греции привет. На марафонах олево-круто. Спасибо большое. Питание достаточно, чтобы похудеть. Сужение не могу заниматься спортом. Конечно, конечно. Питание достаточно, чтобы похудеть. Чтобы постранить и сделать красивую фигуру, питания недостаточно. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Монстафа. Пен И. Привет. Греча с финиками. Да, что вас удивляет. Очень вкусно. Гном Гном. Это кто? Можно ли с тратлаковые батончики? Ответила. Возможно, есть углеводы вечером. Конечно, можно. Господи. Ребята, вы вообще не читайте мой блог совершенно. Конечно, можно. У меня весь прием углеводов за день чаще всего происходит вечером. Это же сжигание, представляете? Ребята, разве не кардио-кардио? А ходьба на дорожке сжигает жир? Нет. Я не пью кофе. Нет. Я после детокса кофе не пью. Зачем вы одни и те же вопросы повторяете 50 раз? Девочки, я не могу одно и то же говорить постоянно. Экарнитин, он бесполезен абсолютно. Как убрать живот после родов? Осталось, хочу скинуть хотя бы 15-20 кг. Особо не ем я. Вот то, что вы не едите, это очень большая ошибка. Обязательно нужно есть сбалансировано, правильно и достаточно. Не есть нельзя. Вы так и останетесь со своим животом, если не будете есть. Нужно обязательно есть. Сбалансированный рацион должен быть. Плоский животик не будет больше плоского животика. Пока опоздали. Будет к осени ближе новый марафон, направленный на живот. Но в Бикини Челлендж 28 мая мы прорабатываем пресс очень и очень и очень серьезно. Как можно не кормить свой организм? Я тоже не понимаю. Как можно быстрее набрать жир? Кушать побольше. Же в Германии можно тоже в марафоне участвовать, конечно же. Стоимость 7 евро. Есть ли ваша норма воды в день? Я пью примерно 3,5 литра воды в день. Что делать, если я долгую ходьбу полу потеряла жир, а форма не очень красивая? Приходите ко мне в марафон и качать попу. Я не знаю, кто такая Алена. Девочки, я не знаю, почему так сложно запомнить мое имя. Меня зовут Леона. Меня очень сильно обижают, когда меня называют другими именами. Мне кажется, что это элементарное отсутствие уважения к блогеру, который делает для вас только всего полезного. Ну, правда, серьезно. Как относитесь к ЭМС-тренировкам? Я пробовала один раз, мне понравилось. У меня сколиоз позвоночника, можно ли на марафон, который предстоит. Я очень прошу вас проконсультироваться с вашим доктором. Руки не худеют, что делать? Отрезать. Отрезать руки, чтобы они вообще вас не волновали. Мне 31. Такого числа нужно оплатить. Еще можно оплатить. Можно ли пить эркарнитин прибыль? Зачем вам нужен эркарнитин? Объясните мне, пожалуйста. Финики, конечно же, калорийные. Как рассчитать колоразм и похудеть на 20%? Девочки, приходите ко мне в марафон. 600 рублей стоит. И вообще, вы будете знать все. Показать мою татуировку. Да ее так много в моем аккаунте, моей татуировки. Вот. Ну все, бедро почти. Расскажите про кофе. Я про кофе очень много рассказываю в детоксе. Я отказалась от кофе. Мне не хочется больше кофе. Опять прозлаковые бутончики спрашивают женщину. Сумасшедшая. Как можно стать тренером по йоге? Нужно практиковать йогу некоторое время. Нужно, чтобы вам она нравилась. Это самое главное. И потом нужно закончить курс инструкторов по йоге. Я училась в Индии. Я училась в Санкт-Петербурге в планете фитнес. Тогда была академия фитнеса. Я там заканчивала курс инструкторов по йоге. Можно ли пить лекарничный? Зачем? Как за неделю скинуть 5 килограмм? Можно отрезать ногу. Или руку. Тогда вы скинете даже за один день 5 килограмм. Еще есть вариант скинуть 5 килограмм. Сходите родить. Если вы беременны, и вам нужно похудеть на 5 килограмм, вы можете родить ребенка и похудеть. Что такое ЦЛА и зачем их пьют? Посмотрите, пожалуйста, у меня есть тег. Алена Спортпит. Я там писала очень подробно про ЦЛА. У нас сейчас... Зачем? Не знаю, сколько у нас времени. 19.41. Правым глазом подмигиваю. Давно тебя подписано как заниматься, если было повреждено колено. Сходите к доктору. Я не врач. Я не могу вам сказать, как вам нужно заниматься. Обязательно сходите к доктору и уточните у него, что редуксин. Вообще уберите, пожалуйста, из своей головы вот это вот все про жиросжигатель, про волшебные пилюли, про волшебные таблетки. Это плохо. Запомните, пожалуйста, все, что работает, все плохо. Лучше правильное питание и тренировки. Знаете, у меня на одном семинаре в Москве была слушательница. И она сказала такую фразу. Я, говорит, перепробовала все. Мне делали кавитацию, мне делали обертывание, мне делали ЛПГ-массаж, мне кололи липолитики, мне что-то там еще приливали в вену какую-то там еще что-то штуку. Она пробовала редуксин, она пробовала лиду, она пробовала жиросжигатель. Она говорит, я перепробовала все, абсолютно все, кроме правильного питания. Понимаете, да? Правильное питание, здоровое, сбалансированное, правильное питание – это 80% вашего успеха. Поймите это уже на конец. Никаких волшебных таблеток не существует, волшебных пилюль не существует. Волшебная таблетка – это ваша мотивация и знания. Вот. И этого вполне достаточно, чтобы без вреда для организма похудеть, подтянуться, сделать красивые фигуры и абсолютно все в ваших руках. Абсолютно все. Можно похудеть и на 20, и на 30, и на 40 килограмм. Главное – желание. Как похудеть на грудном скармливании? Точно так же. Никаких других волшебных пилюль нет. Тебя как к сладкому. Хром поможет? Да, может помочь. Хоть немного рецептов нам подсказали. В моих марафонах рецепты каждый день. С балансированным питанием именно что есть? Взбирки, жиры и углеводы. Амина, у меня нету Амина. У меня есть Альмира и Арджуна. Как думаете, после шести вечера они их зачем? Вы что, в 7 часов вечера ложитесь спать? Можно ли сливочный изолят при наборе массы? Можно. После масла употребляю. Примерно сколько калорий потреблять, это все зависит только от вашего веса, но от вашего роста, физической активности, родозанятости. Поэтому, пожалуйста, не поленитесь. Возьмите в интернете формулы и посчитайте сами. Если из Украины сколько стоит марафон? Пожалуйста, на все вопросы вам ответим. Мой администратор Светлана вот тут вот. Спасибо большое, мои дорогие. Сколько вам 31 выглядит на 50? Вот всем бы так в 50 выглядеть. Я даже больше скажу. Всем бы так в 31 выглядеть. Простая ходьба жир не сжигает. Привет. Спасибо большое, спасибо. Где заказать такие батончики лимонные? Я же помечила где. Я же помечала где. Прямо в посте, прямо в посте помечала где. Посмотрите, сегодняшний пост. В Россию куда переедет? Я переехала уже в Россию. Муж мне не хочет переезжать. Привет. Есть ли смысл пить БЦА? Перед и после тренировки. Я пью их во время. Мой рост 162. Сейчас вес не скажу, не знаю, не помню, не взвешивалась. Как относится к аппаратной коррекции фигуры? Очень и очень положительно, если это не основной метод коррекции фигуры. Сначала питание, тренировка, потом можно себе помочь аппаратами. Научите правильное питание. Приходите ко мне в марафон. Все расскажу, все покажу. Девочки, 600 рублей стоит марафон. Камон, три недели питания, тренировки, рецепты, мотивации, мы прямые эфиры. Отвечаю на все ваши вопросы, абсолютно на все в комментариях отвечаю вопросы. Технику упражнений показываю, контролирую. Это просто, мне кажется, супер предложение. Нет таких больше на рынке. И тем более, у меня марафоны реально крутые, они реально работают. Девочки, 600 рублей бикини челлендж стоит. 600 рублей. Подумайте, это два раза в кафешку сходить, просто кофе попить с печенькой. Вот сюда вот запишите, напишите в директ проекта Леона и вас запишут. Вакуум мы делаем в марафоне каждый день. Козийный протеин стоит ли употреблять? В зависимости от ваших целей. Спасибо. Ну, мы третьего хотим в следующем году, но муж хочет трех дочек. Как относитесь к силиконом на попе? Мне кажется, силиконом на попе очень неудобно сидеть. Мне кажется, что с ним невозможно тренироваться, поэтому я отношусь отрицательно. По вам не сказать, что вы на правильном питании. Это интересно, что вы имеете в виду? Мою идеальную фигуру? Овсянку на молоке можно. Что я знаю о жизни? Очень многое. Пожила в трех странах. Собиралась замуж за турка, собиралась замуж за индуса, вышла замуж за немца. Расчеты детей, билингов, даже тренингов, они разговаривают на трех языках. Сама говорю на восьми. Работаю с 14 лет. Выиграла титул Миссис Россия Вселенная, выиграла титул Вице Миссис Вселенная, стала абсолютной чемпионкой по фитнесу в Германии. Действительно, что я знаю о жизни вообще? Ничего. Как убрать целлюлит? Правильное питание, питьевой режим, тренировки и, конечно же, массаж. Результат появляется очень в зависимости от того, как ваше тело реагирует. Время занятий спортом и члены сортибиены. Это нормально? Конечно же. Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, ваше мнение про спирулину. У меня есть спирулина, я ее иногда периодически употребляю. У меня она в порошке. Какой должен быть дефицит калорий, если изначально было калорий с одной лпишицы? 215% вашей рационы это должен быть дефицит. Я по нации русская. Марафон и тренировки через видео или в прямом эфире? Через видео. И есть тренировки в прямом эфире, то есть по-разному. Где про фитнес-туры вообще тема? Поехали в Турцию. Девочки, мне тоже не поедет. Я столько раз собиралась организовать фитнес-туры и вечно всем не все, слава Богу. А я не хочу на себя брать в этой всей организации. У меня слишком много других дел, чем ехать куда-то. Что если колено больное? Есть у меня в аккаунте тренировки при больном колене. Если безумно тянет на сладко как наркоманы просто ленивые или нехватка каких-то витаминов, это вы просто себе напридумывали и скорее всего у вас нехватка углеводов в рационе. Мне особенно нравится, когда ты озвучиваешь себя со своими доченьками. Они сладкие. Спасибо большое. Я росту 62, вес 55 после троих детей. По странированию живот не уходит. Чем могу вам помочь? Спасибо большое. Подождите, еще сейчас в соревнованиях. Знаете, что загадывать не буду, но не буду. Ничего не буду говорить. Посмотрим. Как получится. Марафон реально крутой. Спасибо. Спасибо. Ваше ощущение. Можно позовите в животе как за четверых. Я стараюсь. Мне всегда кажется, что я слишком мало делаю. У меня синдром отличницы ярко выраженный. Мне всегда кажется, что я делаю недостаточно много. Я недостаточно выкладываюсь на работе. Я недостаточно выкладываюсь дома. Столько всего еще интересного можно сделать. К сожалению, это меня губит. Какой наш средний доход? Зачем такие вопросы знать? Небольшой. Небольшой. Мы достаточно скромно живем. Какие упражнения можно делать дома? Почему приходите ко мне в марафон? Там есть тренировки для дома и для зала. Вообще все вопросы у вас отпадут после моих марафонов. Спасибо большое. Спасибо. Какое процентное отношение БЖУ при наборе массы? Масса. Белков не надо столько. А зачем? Углеводов 20 вообще в своем уме. 40% углеводов и по 30 белков и жиров. Если вас 5 человек поедут с нами если вы действительно хотите поехать в Турцию кто пишет Оля Оля я вас назначаю ответственные собирайте своих 5 человек и пишите пожалуйста мне в директ я вас направлю на свою помощницу которая сможет организовать все если у вас действительно есть 5 человек с удовольствием тогда я с вами поеду. как найти себя нашла себя в спорте у меня очень много есть историй на эту тему по тегу у меня очень много историй на эту тему есть в моем инстаграме по тегу Алиона мотивация прям очень много почитайте я думаю они вас замотивируют как бы вес набрать у меня в каждом марафоне есть массонабор как записаться на марафон уже повторяла на раз 10 сегодня написать вот сюда вот проект Алиона в директ и Светлана моя помощница ответит на все ваши вопросы и запишет вас на марафон марафон стоит 600 рублей я думаю что самое правильное потраченное 500 рублей в моей жизни спасибо на здоровье наоборот углевод я тоже подумала что что-то короче вы не то имеете вину для похудения 40% углеводов 30-30 жиров и белков как похудеть быстро я уже говорила родить еще второй вариант что-нибудь отрезать я могу заставить себя заниматься на работе 8 часов на ногах в движении и после работы силы нет выходные поднять себя не могу я ничем не могу вам помочь у вас нет мотивации не могу по ссылке пройти почему вы такие ленивые просто возьмите эту ссылку возьмите и напечатайте буковками проекта Леона участвовала во всех бесплатных марафонах до сих пор ныряю в них чтобы хорошенько поработать с весом в зале теперь тренер за удивляется как у мамы из секрета может быть такая вынослив умничка супер мне очень приятно спасибо за марафон очень классно почему кофе не пьете потому что я от него отказалась оно ничего хорошего в кофе нет он сейчас можно в русском языке говорить оно жизнь за границей конечно расхолаживает пламя русского языка это капец как отношусь к творогу ем почему переехали на север Германии вы же можете дистанционно работать из-за мужа вообще изначально переехали сюда потому что дома здесь дешевле мы нашли очень хороший объект и его купили вот только поэтому не думаю что туры неуравновежны сейчас от вас скрою эфир чтобы вас не бесить что реально помогает марафон не то слово очень сильно помогает кофе мужского рода я знаю об этом я об этом уже сказала но сейчас в русском языке можно говорить оно можно потому что есть кофе который он а есть кофе который оно спасибо большое вроде прошла спасибо вопросам спасибо большое сыр это очень полезно я очень люблю сыр особенно с плесенью можно говорить да у нас сейчас времени уже 8 часов Арджуне пора спать поэтому мне пора закругляться потому что у меня сегодня еще впереди бессонная ночь нужно писать книгу а завтра нужно на работу спасибо большое как собачки спят собачки спят спасибо большое поехали ко мне почаще прямые эфиры так с вами приятно общаться всех умников я блокирую нафиг воды пить нужно 28-29 миллилитров на килограмм вашего веса Лена привет может нет не говорит по-русски о у вас гроза все давайте мои дорогие спасибо вам огромное за активность я надеюсь на следующей неделе я снова буду в строю и начну что-нибудь писать потому что всю неделю честно говоря я была просто то в самолетах то еще где-то и поэтому с постами была жопа небольшая как понять сколько я ем углеводов жиров белков посчитать посчитать все мои дорогие кто хочет на марафоны подписывайтесь на профи проекта Леона пишите туда в директ и регистрируйтесь нет Занька я спать не пойду тебе пора уже спать а тут мультик еще не закончился что ли 8 часов Занька мы завтра с тобой можно чуть-чуть еще побольше Занька мы завтра пойдем в детскую комнату маме завтра надо на работу поэтому сегодня пораньше поспать чуть-чуть побольше еще ну вот этот мультик можно смотреть и все все пока-пока-пока потом 6 января ocolite